Энергоресурсы – один из главных рычагов влияния Кремля на Запад. За счет лоббирования и заниженных цен Россия стала основным поставщиком газа для Европы. До 50% только в предыдущем году. После начала полномасштабного вторжения в Украину и жесткого санкционного ответа Запада на развязанную Россией войну, Москва шантажирует Евросоюз резким сокращением поставок. Так, в Кремле хотят уменьшить помощь Киеву. Вместо этого Запад начал активно искать альтернативы ненадежному поставщику и готовится к зиме. Проблема есть, но эта проблема значительно усугубляется российской пропагандой. Но, по моему мнению, все это намного преувеличивается. Европа может спокойно обойтись без российского газа. Был принят амбициозный план Repower EU. Он предусматривает выделение 300 миллиардов евро на замещение российского газа и включает диверсификацию поставок природного газа. Германия и Франция уже заполнили свои газовые хранилища на 80 и 90% соответственно. Шантаж Кремля также ускорил переход Евросоюза на возобновляемые источники энергии. По планам к 2030 году их доля будет составлять 63%. По сравнению с предыдущим прогнозом показатель вырос на 8%. А в краткосрочной перспективе выход «Газпрома» из европейского рынка приведет к большим потерям для Кремля, который продавал Европе ежегодно около 200 миллиардов кубометров газа. Заместить такой объем поставками в Китай, по словам экспертов, невозможно. Даже по самым оптимистичным прогнозам экспортные мощности российских трубопроводов в Китай к 2030 году составят 128 миллиардов кубометров в год, что все еще значительно ниже, чем уже имеющиеся продажи в Европу. Но без прямого доступа к западному опыту и оборудованию в области СПГ, а также в условиях таяния вечной мерзлоты под трубопроводами «Газпрома» – это очень рискованное предложение. Если Европе удастся добиться успеха в этом первом раунде, «Газпром» и Путин проиграют в долгой игре. Из аналитического обзора издания «Политика». Из-за сокращения экспорта газодобывающая отрасль в России может оказаться под угрозой деградации или даже частичного исчезновения. Ведь без постоянной добычи и прокачки газа оборудование начнет выходить из строя, а из-за санкций заменить его уже не получится. Тем временем Москва уже теряет европейский рынок и сокращает поставки именно Кремль. Уменьшение объема природного газа за 7 месяцев текущего года наблюдается на уровне примерно 17%. Это говорит о том, что государство-агрессор не смогло переориентировать объемы газа, ранее поступившие на европейский рынок, ни на внутреннее потребление, ни на азиатско-тихоокеанский регион. Здесь, конечно, есть большие инфраструктурные проблемы. Ведь трубопроводы или ЛНЖ-терминалы, которые могли бы заместить добытые объемы природного газа на азиатско-тихоокеанский регион, их просто не существует. На данный момент самый большой газопровод из России в Китае, Сила Сибири, работает не на полную мощность. Полноценный запуск запланирован на 2025 год. Но даже тогда газопровод сможет обеспечить 38 миллиардов кубометров газа в год. Одну пятую от стандартных закупок Евросоюза. Данила Кобза. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.